В то время как премьер-министр Венгрии тепло встречал президента Турции, на улицах Будапешта тысячи людей выступили против визитера Эджепа Таипа Эрдогана, выражая солидарность с курдами. Мы поддерживаем курдов, потому что Эрдоган ведет смертельную борьбу против них. Мы, христиане, не хотим в этом участвовать. На берегу Дуная у мемориала жертвам Холокоста были зажжены свечи в знак несогласия с политикой Эрдогана в Сирии. Недавно избранный мэр Будапешта также присоединился к демонстрантам. Он написал на своей странице в Facebook, что как сторонник мира проявляет солидарность с курдами. Однако демонстрации не смогли прервать встречу турецкого президента с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Два лидера договорились об экономическом сотрудничестве. Ни одна страна не может изменить своего местоположения. Поэтому, если справа находится Берлин, слева Москва, а на юге Анкара, то мы здесь живем. И не только мы ищем хороших отношений с Турцией, но и наши успехи интересуют президента Эрдогана. Президент Турции воспользовался возможностью и повторил свою угрозу ЕС. Он готов открыть ворота для мигрантов, если его страна не получит больше международной поддержки. Получим ли мы поддержку от Евросоюза или нет, мы по-прежнему будем оказывать гостеприимство мигрантам. Но я должен добавить, что мы не можем терпеть все. Если мы увидим, что ситуация зашла в тупик, то вынуждены будем открыть ворота. Премьер-министр Виктор Орбан всегда напоминает, что венгерская внешняя политика должна обращать внимание на три столицы – Анкару, Москву и Берлин. Но мы видим, что встречи на высшем уровне с Турцией и Россией становятся все более частыми.